Радионяня Ну-с, дорогие мои ведущие, чем мы будем в этот раз заниматься? А, Николай Владимирович, скажите, как правильно писать это слово заниматься? С мягким знаком или без? Ну, молодые люди, приходится просто удивляться, что вы не знаете таких простых вещей, честно говоря. А вы знаете? Я? Да. Конечно, знаю. Надо писать с мягким знаком. А почему? С мягким знаком вы можете объяснить? А вы? Вы, я к вам говорю. Ко мне. Неужели вы не можете объяснить? Я? Нет. Нет, не могу. Я просто это чувствую и всё. Да? Да. Вы послушайте, это же не серьёзно. Ну, представьте себе, что вдруг учитель спрашивает у ученика, можете ли вы доказать, что против большего угла в треугольнике лежит большая сторона? Да. А ученик отвечает, нет, я этого доказать не могу, но я это чувствую. Ну, куда это годится? И я это чувствую? Да? Да. Чувствуете вы это или не чувствуете, это никого не интересует. Надо уметь доказать вашу точку зрения или знать правила. А что, есть такое правило про мягкий знак? Наверное, есть. В русском языке знаешь сколько правил? Сколько? Ну, если даже нет правила, то есть исключение из него. Совершенно верно. Вот правила о мягком знаке в этих случаях мы сейчас и будем объяснять. А я знаю как. Помните, в прошлый раз мы выбрали из своей среды одного бестолкового? И все ему объясняли. Я тоже помню. Мы поручили на Николая Владимировича быть бестолковым, потому что он самый грамотный и опытный из нас. И он с этой роли прекрасно справился. Так вот, друзья мои, больше я этого не хочу. Да, 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 да. Почему? Придумайте, пожалуйста, что-нибудь новенькое. О, новенькое. А, вообще-то у нас есть одно предложение. Да? Нам мальчик Сережа 11 лет прислал из Ульяновска такую открытку. Не называйте в своих передачах Николая Владимировича Литвинова обидным словом бестолковый. Он самый хороший и самый умный из всех ведущих передачу. Что, 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 что? Самый умный из всех ведущих передачу. Кто это написал? Сережа какой-то. Назовите его лучше трудноуспевающий. Ага. Вот. Хороший мальчик, Сережа. Конечно. А что, друзья мои, трудноуспевающий, это, пожалуй, идея. Идея. Хотя нет. Нет, нет. Мне эта идея не нравится. А почему, Николай Владимирович? Можете это объяснить, а? Нет, объяснить я не могу, но я это чувствую. Чувствуете? Вы подумайте, что же получается? Сегодня бестолковый, завтра трудноуспевающий, а так и до второгодника один шаг, а? А давайте мы на этот раз наоборот сделаем. Мы выберем одного толкового, и он будет нам все объяснять. Прекрасно. Значит, в этот раз у нас будет двое бестолковых. Ну, ладно, ладно. Начнем, как всегда, с правила. Вот как оно записано в учебнике. В глаголах третьего лица пишется «цца» без мягкого знака, а в неопределенной форме «цся» с мягким знаком. Чтобы не ошибиться, надо глаголом задавать вопросы. Что делать или что делает? Вот сравните. Он хорошо что делает? Учится. Мягкого знака не надо. Он начал что делать? Учиться. Надо обязательно ставить мягкое знак. Ой, Николай Владимирович, а давайте мы, как всегда, изложим правила в песенке. Давайте, конечно. Это самое лучшее, что может быть. Надо глаголы заставить Думать и нам отвечать Где мягкий знак нужно ставить Где поскорей исключать Предположим, ученик на пятерке учится Очень любит он учиться И от книг не мучится Где тут вся, где тут вся Надо разобраться Что делать? Учиться Что делает? Учится превосходный человек Из него получится Надо, чтобы сами глаголы Людям давали ответ Как же нам быть с этим знаком Ставить его или нет? Предположим, ученик спит весь день и ленится Он учиться не желает На авось надеется Где тут вся, а где тут ца Надо разобраться Что делать? Лениться Что делает? Лениться Все равно на туче я никуда не денется Вот так Теперь, я думаю, каждый мальчик И каждая девочка На всю жизнь запомнят Что на вопрос, что делать Надо обязательно ставить мягкий знак А на вопрос, что делает Мягкий знак ни в коем случае Ставить не нужно Предположим, ученик на пятерке учится Очень любит он учиться И от книг не мучится Где тут вся, а где тут ца Просто разобраться Что делать? Учиться Что делает? Учиться Превосходный человек Из него получится Спасибо, Николай Владимирович Вы нам все очень хорошо объяснили Вы были прекрасным учителем Ну, самым лучшим Или лучшем Может, лучшем Позвольте, позвольте На этот вопрос мы ответим не на этом уроке А на следующем А может быть, следующим Да Или Следующем Как вы считаете? Ну Ну Там разберемся Веселый урок Закончен Начинаем веселый урок Ну-с Дорогие мои ведущие На чем мы с вами остановились В прошлый раз? Мы, Николай Владимирович, остановились на том Что вы у нас были очень хорошим учителем Мы вот только не знали Как правильно назвать вас Лучшим учителем Лучшем Или лучшим Да И вы обещали разобраться в этом вопросе На уроке следующем Или следующем Следующим Так, 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 так Как же мы сейчас будем действовать? Очень просто Берем учебник и смотрим, как пишется прилагательное Понятно Ну, слово лучше действительно прилагательное А вот слово следующий Совсем другая часть речи Правильно, это числительное Интересно, почему? Ну, как почему? Вот Кощей Бессмертный в русских сказках говорит На первый раз я тебя прощаю И на второй прощу А на следующий пощады не жди Вот смотрите Первый, второй Это числительный, так? Ну Значит, и следующий тоже числительный Друзья мои Просто очень много нового Вы открываете для меня в русском языке Я все больше и больше убеждаю Что если бы вам сейчас Пришлось писать диктант для пятого класса То выше числительного два Вы, пожалуй, ни за что бы не поднялись Я боюсь, что вместо того, чтобы разобраться В прописании окончания Вы еще больше запутаете, ребят Ну, это мы можем Да А что же в таком случае надо делать? Я знаю Надо постараться незаметно перевести разговор На другую тему Ну, поговорить, например, о погоде О футболе Нет, друзья мои, это неправильно Не надо переводить разговор на другую тему Надо не стесняться И спрашивать у тех, кто знает А кто знает? Николай Владимирович, кто знает? Так ведь русский язык Это серьезный и сложный предмет Им занимается большое число специалистов Сегодня у нас в студии Научный сотрудник Института общей и педагогической психологии Кандидат наук Стелла Морисовна Бондаренко Разберемся, как надо определить Правописание окончания В словах лучшим и следующим Прежде всего, надо поставить в одежный вопрос Если вы поставите вопрос «каким?» Значит, окончание прилагательного или причастия Будет «им» или «ым» Если вы поставите вопрос «каком?» Окончание будет «ем» или «ом» Все дело в том, чтобы правильно выбрать вопрос А его нельзя правильно выбрать Если вы ставите вопрос В отрыве от других слов предложения Многие ребята поставили вопрос «каким?» Не подумав, что получится «на каким уроке» И ответили «следующим» А надо было не забыть предлог «на» На «каким уроке» не скажет никто Те ребята, которые поставили вопрос «на каком уроке?» Ответили правильно «на следующее» Большое вам спасибо А сейчас, уважаемые мои помощники Как всегда в таких случаях Попробуем изложить все это в песенке Надо больше доверять Надо больше доверять Прилагательному И к вопросу прибегать И к вопросу прибегать С помогательному Смело спрашивайте слово Дать ответ оно готово Отвечает пусть само Он в костюме был каком? Спрашиваем Шерстяным или шерстяном? Спрашиваем Ну, конечно, в шерстяном Тут спору нет В шерстяном он был смешном Вот наш ответ Все смеялись бы над ним Ха-ха-ха-ха Появись он в шерстяном Вот чепуха Так что вывод очень прост Так что вывод очень прост Проще правила нет Ставьте правильно вопрос Ставьте правильно вопрос Будет верный ответ Смело спрашивайте слово Дать ответ оно готово Отвечает пусть само Ну, а галстук был каким? Спрашиваем Голубом или голубым? Спрашиваем Ну, конечно, голубым Тут спору нет Словно небо или дым Вот наш ответ Был бы галстук голубом Ха-ха-ха-ха Все смеялись бы над ем Вот чепуха Вот мы к выводу пришли Вот мы к выводу пришли Окончательному Надо больше доверять Надо больше доверять Прилагательному И к вопросу прибегать И к вопросу прибегать Вспомогательному Был он школьником Каким? Спрашиваем Грамотном или грамотным? Спрашиваем Ну, конечно, грамотным Тут спору нет Ведь вопрос стоит Каким? Вот наш ответ Если был он Грамотном Вот чепуха Мы не пели бы о нем Ха-ха-ха-ха Вот мы и разобрались Теперь, я думаю, каждый мальчик И каждая девочка Будут твердо знать На каким уроке В каким случае Каком правилам нужно пользоваться Ха-ха-ха-ха